МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер проекта санаторий «Красный Яр». Многопрофильная здравница Прикамья. Всем привет! Это программа «Эх, дороги» и ее ведущий Максим Суханов. Всех с началом недели. Неделя у нас особенная, потому что конец зимы. Скоро, наконец-то, календарная весна. Ну а мы продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. И пока будем говорить, конечно же, про зимние дороги. Снега выпало много, подрядчик справляется, но не со всеми, как выясняется, участками. Поехали! На прошлой неделе мы рассказывали про улицу Лебедева в Мотовелихинском районе, когда подрядчик проезжую часть почистил, а сугробик на проезжей части не убрал. И так вплоть от улицы Розалии-Землячки до улицы Крупской. Километр. Проезжая часть была заужена, а она на Лебедевой и так не очень широкая, поэтому жалобы были вполне себе обоснованными. Но в пятницу подрядчик все-таки сугроб убрал. Молодец! Снег центральной улицы в Мотовелихинском районе убрали, а вот прилегающие к Лебедево улице к ним есть вопросы. Ну вот, к примеру, тротуар. Тротуара, как такового, сейчас здесь нет. Есть лишь небольшая тропинка. Это улица братьев Агановых. Вот это дом Лебедева 37. И вот посмотрите разницу. На прошлой неделе скидывали с крыши снег. Так, тротуар по Лебедево почищен, а по братьев Агановых, как я уже сказал, одна лишь тропинка. И кому могут быть претензии? Центральная улица, а это, видимо, не очень центральная. Остались вопросы по улице братьев Агановых и к проезжей части. А если точнее, то к парковочным карманам. Ну, они просто-напросто не почищены. Машины припаркованы прямо на проезжей части. Движение здесь, напомню, одностороннее. Но, видимо, посчитали, что и одной полосы для движения хватит. Неправильно это, друзья, неправильно. Но вот этот автомобиль, похоже, стоит здесь давно. Его таким образом решили объехать. И в аккурат расширить проезжую часть. Он знак парковка. До него еще метра два. Но в результате автомобилистам же нужно где-то парковаться. Они паркуются прямо на проезжей части. А так бы, если бы и здесь было почищено, то наверняка было бы две полосы для движения. Не знаю, конечно, может, я и не прав, но, на мой взгляд, это неправильно. Вот такая вот картина. От Лебедева до улицы Ким по братьям Фаганова. Практически проезжая часть вся занесена. И получается, что парковки на этом участке просто-напросто отсутствуют. Машины все нарушают правила дорожного движения, которые здесь припаркованы. Хотя по всем правилам, насколько мне известно, снег с проезжей части должны вывозить. Но почему на Лебедева его вывозят, а на братьев Фагановых нет? Вопрос остается открыт. Возможно, конечно, увиденным я никого и не удивлю, но я все-таки поражаюсь. Но почему у нас именно так? Вот представьте, на братьев Фагановых вы все-таки припарковались, несмотря на то, что нарушили правила дорожного движения. Ну а что, мол, делать? А дальше нужно как-то выйти на тротуар и пойти по своим делам. Но только вот так. По сугробам. А с утра-то хорошо. А тут еще и скользко. Подрядчик, может, вывезем отсюда снег? На сегодня все. Это была программа Эхо-дороги и я, ее ведущий, Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения. Ну и самое главное, удачи на дорогах. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok